Илита Арксплюй Продакшн представляет. Нам нужна Кура. Покупаем Куру. Лучше всего отвезти ее ближе к Фонтану. И покупаем Ворды. Любые Ворды. Теперь смотрите, в чем вся суть. Я скажу герою, чтобы он поставил Ворды в данную точку. Ну, без разницы какую, или сюда, или сюда, без разницы. Например, сюда вот. Но из-за бага Ворды поставятся в центре карты. Ну, на Миду, например. Смотрите. Говорю, поставь. Так, положить тайник. Убрать из тайника. Кура забираю. Смотрите. Опа, видали? Вард появился в центре карты. Вот такой вот забавный баг. То есть мы можем, не отходя далеко от Фонтана, установить в центре карты Ворды. То же самое мы можем сделать еще раз. То есть мы можем еще поставить Ворды, но они все будут ставиться в одну точку. Теперь давайте уже поговорим про минусы. Минусы. Во-первых, самый большой минус, что Ворды ставятся в одну точку. Еще раз повторяю. То есть неважно, вы будете играть за свет или за тьму. Где бы вы это ни делали, Ворды будут ставиться в эту точку. Вопрос почему? Довольно сложный вопрос, очень сложный. Но я как программист могу подумать, предположить, что Ворды ставятся в нулевую координату. То есть, скорее всего, нулевая координата в данной игре это середина карты. Поэтому, когда мы говорим герою... Давайте еще раз сделаем данный баг. Так, когда мы говорим герою, поставь вот сюда вот Ворды, она идет ставить. Потом оказывается, что у данного героя нету Вордов. Опа. И Ворды по ошибке не могут определить координаты. В итоге они ставятся в нулевую координату. Вот центр карты. Теперь здесь стоят два Ворда. Два. Они стоят настолько вплотную друг к другу, потому что одна координата, понимаете? То есть, не плюс 5 пикселей, не плюс 10, а все в одной точке. Вот видите, я нажимаю, вот меняется время действия. Вот такой вот у нас забавный баг. Приспой можно его поиспользовать. Да, там, в паблике играх и так далее. Чисто просто для разведки. В первую очередь, это полезно, когда вы играете за свет. То есть, вы ставите Ворд, играя за свет. Тем более, играя на Миду. И вы будете видеть, что происходит с вражеской части. Правильно? Но если вы будете играть за тьму, то смысла практически никакого нету ставить здесь Ворд. Потому что вы здесь сами будете стоять. Логично, да? Теперь смотрите. Я немножечко доработал данный баг. Ну, это опять из грани бредовости. Ну, это бесполезно сейчас будет. Ну, смотрите. Покупаем танго. Просто как еще один баг. В дополнение. Вы видите, да, у меня сейчас 4 танго. Я, например, скажу ей. Скажу. Иди сломай данное дерево. Запомните это дерево. Вы запомнили. Оно здесь одно. У меня 4 танго. Одно дерево. Нажимаю. Теперь смотрите. Убрать тайника. Опять поднимаем. Смотрите теперь. 4 танго и дерево. Опа! Профит. То есть в итоге у нас исчезло одно танго. А где оно? Да фиг его знает. Да хрен его знает. Просто исчезло в никуда. В никуда. То есть у нее нету танго. Дерево не сломано. В куре минус одно. Баги, баги, баги. Баги, баги, баги. У меня даже кура называется дота 2 баг. Вы чувствуете, да? Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.